В Лондоне уже в эту пятницу открывается неделя русского искусства. Главные аукционные площадки города будут продавать работы, созданные исключительно русскими художниками. Начиная с картин 19 века, работ Фейберже, русского авангарда, официального и неофициального советского искусства и заканчивая современным. А также будут выставлены произведения различных периодов из серебра и бронзы, иконы и имперский советский фарфор. Галерист и основатель собственной арт-лаборатории, вовлеченный участник лондонской арт-сцены Марина Штагер, на прямой связи с московской студией RTVI из Лондона. Марина, я приветствую вас. Слышите ли вы студию RTVI? Добрый день. Слушаю вас хорошо. Несмотря на музыку, у нас начинается ярмарка современного искусства в уличе арт-вей. Эта ярмарка, насколько я понимаю, с неделей русского искусства никак не связана? Эта ярмарка никак не связана. Действительно, главное событие, это, конечно же, русские торги. И уже в пятницу можно будет посещать предукционные показы в главных аукционных домах Сотби, Кристи, Бонн и Макдугал. Ярмарка, на которой я сейчас нахожусь, представляется у меня нескольких русских художников, в том числе Григория Майотис. А вот что касается недели русского искусства, насколько масштабное обычно это мероприятие? И насколько эксклюзивны, что ли, те экспонаты, которые оказываются на главных аукционных площадках? Для нас, прежде всего, аукцион – это счастливая возможность посмотреть какие-то редкие работы, которые перейдут из одних частных рук в другие. Поэтому мы с удовольствием всегда посещаем предпоказы, следим за торгами. Если аукционная жизнь кому-то кажется сложной, то мы с удовольствием устроим экскурсию с компанией «Арт прогулки по Лондону», с которой я также сотрудничаю. Расскажем о том, что такое провинанс, как разбираться в эстимейках, почему провинанс бывает сложным и запутанным, а когда он бывает роскошным и желанным. И в этом году тоже есть топ-лоты, как всегда, у каждого аукционного дома, свои находки, свои точки внимания. В этот раз какие они? Представлена коллекция Вишневска и Ростроповича. Если несколько лет назад были проданы их коллекции и их артработ, то в этом году представляются вещи из личной коллекции. Личные вещи Ростроповича, Вишневской, около 300 лотов. В том числе, например, знаменитая виолончель Ростроповича «Мастера Гвадонини». Она, по-моему, выставлена за полтора миллиона. И стимует полтора миллиона интерсердинга. Так, а что-то еще, может быть, не столь дорогостоящее, скажем так? Надо сказать, что торги в этом году не такие дорогие, как обычно. Всего 10 лотов превышают, эстимейт, 1 миллион долларов. 1 миллион фунтов сервизов. Так как в прошлые годы, когда русский рынок был немного сильнее, их было гораздо больше. Ну, например, стоит обратить внимание, конечно же, на работу Айвазовского «Закат в Венеции». Также современное искусство очень сильно представлено. Один из моих фаворитов – Олег Циуков. И два аукциона соревнуются между собой. Это «Солбие Кристи», которые показывают Циукова конца 60-х годов в серии «Цир». Практически написанных, по-моему, очень близко по времени. Скажите, а вот эти не самые, прямо скажем, безоблачные отношения между Россией и Великобританией в последние полгода, они как-то отражаются на, скажем так, атмосфере, в которой неделя русского искусства будет проводиться в этом году? Ну, арт-мир, арт-мир, он очень небольшой, все друг друга знают, и мы стараемся заниматься своим делом. Нас немного галеристов, специалистов, ордеров, кто занимается русским искусством. Мы сосредоточены на своих задачах. Очень важно показывать современное российское искусство за рубежом и пропагандировать его, потому что у нас очень много хороших художников, рынок слабый, и у нас еще очень много работы. Очень много работы какого плана? Участвовать в ярмарках, сотрудничать с профессиональными кураторами, показывать, вкладывать свои силы, профессиональные энергии, то, чтобы русское искусство за рубежом тоже звучало и было вписано в зарубежный контекст. Вот эта неделя русского искусства, это ежегодное, насколько я понимаю, событие, да? Да, неделя русского искусства проходит два раза в год, как правило, в июне и в ноябре, когда помимо уционных торгов проводятся различные выставки. То, что я успела заметить, например, выставка аварийной солдатовой в одной из лондонских галерей, из новых галерей, где-то в Челси, обязательно на ней расскажу в конце ноября. Кроме того, конечно же, мы будем следить за самими локационными, за продажами, делать свои зарубки, пометки. Как правило, если вы даже не можете купить это самостоятельно, то нужно просто в это как бы поиграть мысленно, прийти посмотреть предпоказы, сделать свои прогнозы, а потом сравнить с результатами. Все предпоказы, все предпоказы можно свободно посещать. Ну что ж, будем ждать открытия, будем следить за тем, как неделя русского искусства в Лондоне будет проходить. Спасибо вам, галерист, основатель собственной арт-лаборатории и вовлеченный участник лондонской арт-сцены, как и мы и могли сейчас убедиться, Марина Штайгер на прямой связи с московской студией RTVI из Лондона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова